Всего шесть секций по разным направлениям. Более 120 участников собрались, чтобы представить свои работы на суд жюри. Дарья Торопова затронула проблему решения конфликтов вежливого общения. Тема даже стала опорной для написания дипломной работы. Во избежание этих конфликтов, на наш взгляд, очень актуальной является тема использования эффективной стратегии вежливости, которые помогли бы нам избежать конфликтов. Дарья провела опрос среди сверстников. Оказалось, что далеко не все знают, как можно общаться, чтобы лишний раз не вызывать раздражение у собеседника. И готовы этому учить. Для этого в русском языке есть вполне определенные выражения, такие как «не хотели бы вы» звучит как предложение, а не как руководство к действию. Цель этой конференции, конечно же, прежде всего привлечь внимание к научной работе, задействовать студентов, вовлекать их в научно-теористскую деятельность. Ну и, может быть, более подробно рассмотреть какие-то прикладные проблемы, которые стоят перед нашим регионом, перед страной, перед обществом в целом. Студенты, они, как правило, всегда развиваются и саморазвиваются через науку. И для того, чтобы они представили свои материалы и могли как-то показать свои навыки в работе, они представляют их именно на научно-практической конференции. Тем самым они развиваются. Сама Ксения провела исследование о том, знает ли молодежь о своих возможностях влиять на законотворческую деятельность в крае или даже в стране. Помимо этого, были темы о совершенствовании системы образования, семейных ценностях, развитии курортного бизнеса, в том числе с использованием высоких технологий. Работы оценит жюри. С лучшими из них авторы смогут выступать на краевом и федеральном уровне. Продолжение следует...